Встреча, если в епархии, то эта встреча может быть и последняя. Мы роли распределим по-другому. Здесь я молчал и ни одного слова не сказал. Вы знаете, героический поступок с моей стороны. Все выслушивать и ни одного слова не сказать. Вы бы узнали, как это трудно. Моя выдержала, это все на видео записано. Я хотел спросить, кто хотел бы эту беседу? Вот что тут беседовали со священниками еще несколько дней. Кому надо? Вся записана здесь. Так, Андрею передать. Андрюша, не покупаешь, а дарю тебе за твою доброту. Так, просьба. Никуда не уходи. Сейчас вот она сидит. И с Андреем выйдешь. Поговоришь. Андрюша, ты где, в каком селе живешь? Наумова. Сколько километров, Андрюша? Ну, сколько, примерно? 35-40? Ну, километров 70. Что ты говоришь? 70. Ну, 70. Значит, у нее что-то из продуктов, там она говорила, вишки запечатанные. Они продают дом. Отец ее умер, а завещание оставил племянника. Племянник уже, он сидел уже? Ну, условно. Условно. Ну, то есть, на воровстве и прочее. Он к нам как-то приходил, даже разрешили. Один раз, а потом я отказал ему. И он на него все переписал. А они сейчас, она за Дагестан, и что-то там какого-то куда-то. Так я понял? На Хазе. Вот. А он туда тоже и дом продавать. А она там отдельно у ней была пристроена. И оттуда теперь выметает, она на улице. На улице не будешь. У меня на второе строительное пустая. Ты знаешь, где я жил? Свободно заходил хоть сегодня. Конечно, сама себя обиходит должна. Так ведь. У меня это где? Любовь Николаевна-то. Вот она сидит. Вот она теперь, она и за квартиру платит, и там все. С ней разговаривать. А потом со мной отдельный крюч сделаешь, зайдешь, перевезут. Перевезут тебе все. Не печалься. Не заботься. Ну, сделали так. Отца худым словом не поминай. Хотя он юритик, пятидесятник ушел православный. Ну, он для тебя отец. За юритиков не разрешают молиться. Ну, в келейной молитве даже за Льва Толстого и его сестре оптинское старство разрешили. И в конце молитвы только сказать, Господи, да не будет это мне во грех. Вот интересно, я знаю, отца Алексея сошлись. Юритики отошли. У них нету канонов никаких. Но жизнь ставит те же самые условия, что и это. Он ко мне подходит и говорит, а у вас было такое, чтобы проповедник впадал в блуд? Я говорю, блуд или пролюбодеяние? Ну, он женатый. Ну, это пролюбодеяние. А как же написано любодеяние? Любодеяние это общее. Пролюбодеяние блуд это неженатый. Ну и что? Ну, вот мы не знаем его. Отлучать надо. А на сколько его? У нас каноны есть. Пролюбодеяние. Дальше от 7 до 15 или до 12 лет. Так. Ну, это долго ему. А этого не согласились. Так его никто не спрашивать не должен. Уголовная гражданская статья не советуется с нарушителем, а накладывает на него эту пятимью. Ну, и он мне говорит, ну, решили 3 года, а потом его уже через полгода выпустили. А потом он опять туда же полез. И теперь он опять меня спрашивает. Ну, вот теперь он второй раз теперь счет с нами. Я говорю, зачем меня спрашиваешь? Каноны есть, считай. А какие каноны? Да те, которые вы отвергли. Подними, на полу валяется. Там все это говорится. Он может на улице где угодно проповедовать. В храме он не должен рта раскрывать. Все. Когда мы, знаете, за русский язык тут боролись, а епископ наложил на нас свое вето, чтобы 3 года нигде в русском языке не разговаривали. Она нас нападает, и мы нигде, тогда интернета не было, ну, нигде не выступили. Ну, вытерпели. А уже когда наступила там 18 мая, через 3 года, мы ему сказали, владыка, ну, будем дальше. А потом он сам стал сторонником русского языка, и нам говорили, как это Лапкину удалось его переломить-то? Он же был враг русского языка, а теперь сам за русский язык и других еще прижимает. Молитва. Молитва, друг. И вот мы молимся и ждем конкретного результата. Я все время обращаю слова эти к себе. Ну, а ты молишься, а у тебя что, нет результата или есть? У меня всегда результат. Вот просят, а я ему говорю, у нас положено так, 3 святое, 100 поклонов, вчера один. У меня жизни нет. Вот я оставил жену, я ради ее свою семью оставил, а теперь это меня оставило. Я жить не хочу, хожу в храм, перед каждой иконой молюсь, я думал, что я выдержу, я сам не прав. Я без анны жить не могу, помолитесь, батюшка, за меня. Я говорю, молиться, это надо, вот, 3 святое, 100 поклонов, и нужду, и сейчас вместе станем на молитву. Заглох мужика нигде нету. А другая говорит, я все согласна, все. А другая говорит, я на работе сейчас приду, только сразу я вам скину, и сразу станем на молитву. Конкретно. По твоему делу. И она сразу ободрилась, а другая тоже, муж выгоняет, двумя ребятишками, потому что ее нету там в квартире записано. А ее на улицу, теща, свекровка против, и что теперь мне делать? Что сейчас спрашиваешь? И вот отец ее не вписал, говорю, а теперь она как бы на улице. Умерите их, но худого слова не скажи. Никогда. А об отце лучше никак не говори, если нет хорошего. Никак. Тем более за себя, за то, что он тебя не записал в завещание, и ты осталась на улице, фактически уже осталась там, сейчас выезжает, и ты просто вышла на улице, на улице стоишь, и тебе шансы никакого не дают. А делиться с тобой вряд ли он будет. Зачем он с тобой делиться? Делиться это там не рубль, надо покупать дом. А она вышла за дагестанца, значит, там уже еще один глаз положен на этот дом. А в дагестане, значит, и Гриша все мусульманства обрезание примут, если он не православный-то. Ну так что, там длинная история. Тебе надо уйти. Вот Валя, это пример, как сразу не порвать с неверующими родными. И она всю жизнь вот это сейчас тянет оттуда. Надо решительно и бесповоротно порвать. Я вот уверовал, и в один день у меня все отрезалось. В один день. Если неверующие требуют божественно, я еду, даю где-то в сарай, в дом уже не зайду. Ну и ко мне они не зайдут. Если у меня была церковь, это время как в церковь они приходят. Я об этом говорю. А ты не могла разорвать, поэтому они тобой играют как хотят. Забрать, перевезти. И если ты думаешь по-серьезному, заранее договорись, в какой день ехать. И тогда все можешь перевозить на вторую строительную. Я тебя пускаю. Квартиру тебе даю, живи. Живи, конечно, за нее платить там сколько, я не знаю, 150 рублей в месяц или сколько. Поняла? Ты не на улице. Но больше никуда тебя не знают и лучше найдешь. У меня тут... Что там, какие условия? Ты сама жила, знаешь, отборачившего типа. Ну, смотри сама. Так, давай. Я небольшое пояснение, почему Игнать Игнатьевич мне сказал. Это было 2009 год, когда ездили на Благовестие, обходили дома. Потом мы привозили ребятишек. А потом машина еще отдельно должна была привезти Игнать Игнатьевича, сказать слово. Но когда-то были люди, а когда-то и не приходили. Ну, всегда же по-разному собирались. И я просто сказала Игнать Игнатьевичу, говорю, приезжает же столько братьев. Неужели они не могут сказать слово, что именно ехали за ним. Пусть уже начинают учиться. И привела пример, потому что я как раз накануне прослушала кассету, как он рассказывал о себе, о своем уверовании, что как только он уверовал, через три месяца его ставили в баптистском собрании, и он уже проповедовал на уровне их старцев, уже говорил ему, и ему давали это слово. И я говорю, может быть, вам дать попробовать, например, брату Игорю Третьякову сказать, например, о церкви, ну, прям задание дать. Ты скажи о церкви, например, 20 минут, другой. В деревне там, брат, да, в деревне там, вот, когда приходят, они ничего не знают, они не подкованы, им хоть что, можно любую тему хорошо, главное, сказать. А он говорит, а я не могу вот даже ради собрания, никто не соглашается. И поэтому вот он сейчас про это собрание меня и вспомнил. Долблю же второй раз. Наведи до конца это, я тебе старший и полномачиваю. С братьями крепко поговорю, братья, берите, следующее собрание будет, я не буду вести. Я только выйду, когда на безрыбе и разобрать. А собрание вы как староста должны вести. Ну, это понятно, я хочу, чтобы до конца теперь, я, значит, ее не совсем понял. Я-то потом уже об этом она сказала. Но вы их разрешали им за 20 минут. Теперь, мы там были в одном месте, ко мне подходит Евгения Дмитриевна Никитина, «А можно я скажу?» Ну, я говорю, в первую очередь в объявлении говорится «Встреча с православным проповедником Лапкиным Игнатием Тихоновичем, не с Евгением. Но я представлю тебя, и ты скажешь». Ну, и так и получилось, она думает, я... Ну, ей сильная охота была. Ну, я ей представил слово. Было еще такое, Глушков Игорь. «А можно я скажу?» Ну, Игорь, встреча не с Глушковым Игорем, со мной. И люди звонят, а он придет или нет, Лапкин-то, уже звонят, там, спрашивают. Почему? Слышали, видели где-то. Ну, я выступил, и тогда Игорю дал. Но Игорь стал говорить так и сказал, знаешь, дой коров лучше дома. Пока этого не надо. Это было у одного епископа, он дьякона поставил разбирать дела. Там, какие между собой спорные. Но, проходит, месяц-два, люди стали приходить, жаловаться. Он говорит, судит, говорит, совсем неправильно. Как неправильно? Ну, не в ту сторону тянет-то. И он тогда, когда встал судить-то, эти люди, которые между собой спорят-то о чем-то. А епископ там, не в фильме, отошел, встал за ширму и стоит. Ой-ой-ой, кого я поставил? Он судит, совершенно не туда. Не разбирается, ничего нету. Когда кончился, он говорит, ты что до этого делал-то? Он говорит, ну, что я делал-то? Я пекарем был. Вот иди, пеки обратно, булки свои. А я поставлю тут другого. Плохо, говорит, ну, написано, пекарь начнет сапоги точать, а сапожник печь. То есть, каждому дано свое, и дальше к этому надо подготавливаться. Подготавливаться. Я спрошу, Игорь, ты готовился к сегодняшнему Златоуста? Я прочитал. Да? Да, да. Я гляжу, не раз прочитай. Притом, не один раз прочитай. Чтобы это запомнилось. Есть такое стихотворение, я могу рассказать его. Много забыто. Некоторые из вас ходили в театр, смотрели кино, и даже есть такие передачи, слушали и плакали. Так герои страдают, и вместе с ними слезы проливали. Ну, было же такое. И он говорит, автор, Григорович, кажется, Когда трагический актер, увлекшись гением поэта, Выходит дерзко на позор в мишурной мантии гамлета, Толпа, любя обман пустой, Кичася мнимым состраданием, Готова ложь, Почтить слезой и даровым рукоплесканием. Но если, выйдя за порог, Нас со слезами встретит нищий, И прах, целуя наших ног, Попросит крова или пищи, Глухие, К немощам чужим, Чужой нужды не понимая, Мы на несчастного глядим, Как на лжеца и негодяя. И речь, Правдивая его, Неподслащенная искусством, Не вырвет слез ни у кого, И не взволнует сердца чувством. О, род клюцкой, Как жалок ты, Кищась своим поддельным жаром, Ты глух на голос нищеты, А слезы льешь перед фигляром. Вот чтобы с нами так не было. Аллилуйя. Мы действительно должны увидеть, Вот сегодня читали, Вот этот ход Господень в Иерусалим. Сегодня вербочками все завалено, Это бизнес целый возле церкви-то. Но дальше-то Господь говорит, Город этот будет стеснен окопами. Господь говорит о неизбежном разрушении Иерусалима. Если Россия себя считает Израилем, Там каким-то четвертым или каким, То вслед за зверным воскресеньем рядом где-то будет оккупация. Вы даже-то прикиньте себе, Ну не будет. Но Бог отодвинул. Когда Господь сказал, Прошло еще 36 лет примерно. Еще прошло. Но пришло. И в одном только Иерусалиме Погибло 1 миллион 100 тысяч. Я не знаю, насколько это достоверно. В блокадном Ленинграде кто знает, Сколько погибло? 2 миллиона. А где у нас Силина? 2 миллиона с лишним. Вот представьте, так это Ленинград. Сколько еще туда пребывало, там проще. А это Иерусалим, Стесненный там определенными рамками. Миллион 100 тысяч. Для народа, у которого было 5 миллионов населения, Это были невосполнимые потери. Но они пришли. Почему? Заслужили. И мы к этому должны отнестись. Ну, очень серьезно. Этот день никакой роли в спасении не играет. Но он нас настраивает, принять царя. Христос никогда не был так близок к восорению, Как в этот день. Царь грядет. И пророки говорили, Царь грядет на ослею, молодом осленке. Царь. Ему только стоило сказать слово, И власть эта была бы сметена. И вдруг все разрушилось. А кто разрушил? Христос. Христу не нужны эти наши империи. Империя была римская, Империя была видоперсидская, И была советская империя, Была же греческая империя. Все рушится, не умирайте от этого. Жизнь будет продолжаться. Я вчера очень большие материалы про Горбачева дал. А при чем тут все говорят Горбачев? Я говорю, да при том, что из сегодняшнего празднования Благовещения не было. Никто не мог открыто так ходить и праздновать, Как сейчас есть. А почему? Да потому что мы Горбачев в 88 году встретился с патриархом Пименом, Открыл. И он сам Горбачев, Тут опять же кадры, И опять Горбачев сегодняшний опять говорит. Ну на моем форуме я фильмов пять про Горбачева выставил. Посмотрите. Если мы, дети Божии, Мы встречаем его, Осанно-вышний благословен грядущего имя Господнем, Мы должны пройти весь этот путь до Иерусалима и до Голгофа. Если мы желаем воскресения. Без Голгофа нет воскресения. И Голгофа нет без воскресения. Мы со Христом. Люди, которые встречали Христа, Они абсолютно уверены были, Что наступило время, Новая эра, Когда римское владычество будет свернуто. Люди думали, Перестройка сейчас начнется, Будем жить по-другому. Не надо плотскими надеждами путать Божье пророчество. Господь говорил о Духовном Царстве. Они этого не поняли. Мы это знаем. Ну приготовьтесь к страданиям. Страдающий плоти перестает грешить. Не умирайте от этих наказаний, Которые предсказаны уже. А вы что не патриот? Патриот Небесного Царства. Патриот, значит, Уверен в Отечество. От Отца, который идет. Мы, если имели, Как пророки говорят, Земное Отечество, То имели время вернуться. Но они как страдники и пришельцы были. Ни к чему не прилагайся, Ни из-за чего не переживай. Бог дал, Бог взял. Россия, Самый высокий взлет, 1913 год был. Буквально семимильными шагами шла страна. Ее остановили. Говорят, да это масоны там поставили, Там Гришка распудил. Правильно. Но это не без воли Божьей. Господь бы не допустил, Что бы они сделали-то? Вместо Давыда Статую лежала бы. Вместо императора Николая Второго. Его бы никто не расстрелял. А он Статую положил Давыд, В окно выскочил, Милхола помогла ему. Все. Если мы верим Писанию, Которое сегодня читали, То след за этим Еще будет одно. Сатана будет прельщать людей. И разные-разные Будет делать знамения. И он не может сделать только одно знамение. Сатана. Все знаете какое? Он не может только одно знамение дать. Одно. Он может воскрешать мертвых огонь, С неба не заводить. Он не воскрешает, Но призрачно. Это будет. Кто знает? Подними руку. Какое он не может? Ну-ну. Так, ну говори. Крест. Крестное знамение. Крестное знамение. Так кто еще знает? Какое не может чудо? Чудо, я говорю, чудо. Какое? Воды. Давай. Младенцы заговорили. Да. Из уст младенцев И грудных детей Устроил хвалу, Запитая, Дабы сделать безмолвным Врага и мстителям. Здесь враг Только безмолвствовать может. Ребенок У матери. И вдруг он закричал Асан на высших. Ребенок не может там кричать. Дети малые. Это что делается? Запрети им. Камни его запретят. Это нельзя запретить. Сатана, Альтихрист не может делать то, Чтобы дети заговорили. Этого не будет. Благословен грядущий Во имя Господне. Мы на благовестие едем Во имя Господне. Во имя Господне Будем возвращаться. Тебя просят помочь машина Во имя Господне. Вот это Бог принимает. Вы не увидите Господь меня До тех пор, Пока не воскликните Благословен грядущий Во имя Господне. Пока ты в верующих, Делающих во имя Христа Дела, Не увидишь самого Христа. Ты самого Христа Не можешь увидеть. Вы считаете всегда, Я повторяю неоднократно, Что если я вам дал Что-то нарезать, Ты осчастливленная. Тебе дали возможность Довести, Помочь кому-то, Ты осчастливленная. Завтра может просто Возможности не будет. Деньги уберутся, И все, Никому не поможешь, Никого не накормишь. Одна печать будет. А сегодня ты можешь Деньгами с огорода Собрать И всегда считать, Что ты осчастливлен Богом, А не тот, Кому ты что-то дал. Дал, да и забыл. Господи, Какой ты счастливый, Что ты мне встретился, Я могу тебе помочь. Ты в человеке Должен увидеть Христа. Это ты Христу помогаешь. И тогда настрой будет Совершенно другой. Ты все время Будешь себя в прибытке Чувствовать, они в убытке. Вот что здесь имеем, Это все от Бога. Все. И от собрания, И от правил, И от здания. Это все от Бога. Но это все, Сатана может покуситься, А Бог допустит, Все будет разрушено. Я ничего не знаю. Вопросы? Я просила молиться за учебу, За мою, Потому что отказали В проведении учебы первичная. Но тут я долго была На больничном с ребятишками, Они сильно болели. И когда вышла, Меня посылают за документами Заполнять мединститут. Якобы разрешили, Потому что на наше отделение Грядет большая проверка Какая-то иногородняя. И без сертификата Нельзя, чтобы был брать. Иконы все брать. Поэтому вот, Возможно, Еще это не точно без даты, Без всего, Но возможно мне Учебу проплатят. Вроде как уже, да, Подвижки есть. Слава Христу, аллилуйя. И еще я за Леру прошу всех молиться. У нас пришли очень плохие анализы у нее. И нас на обследование почек. Помолитесь, чтобы... Я вот верю, Что вот, может быть, Сейчас, если все вместе помолятся, Окажется, что это вообще Не наши анализы, Или вообще ошиблись, Но просто очень, ну, Сильно нехорошие. Походчикам? Да, походчикам. Только сделай вывод. Ошиблись они. Это их ошибка. Чтобы мы не ошиблись, Чего Бог допустил. Мы же молились. Вот. Мне сказали, Я все дни только помнил о вас. Если это так, Я понимаю, Что это от Бога допущено, Чтобы мы задумались, А почему, может быть, У нас анализы-то хорошие, Но их перепутали, Показали, А вы ничем не лучшего от этих прокаженных, Такие же больные и все. В любой день вы будете лежать, И никто вам не поможет. Вот вчера, Позавчера была Витина сестра, Ольга. Витя Ставченко. У нее фамилия Симоненко. А у нее муж в больнице лежит. Очень рослый такой, Сильный мужчина, Но неверующий. И он просто бывал неверующий, Он преследовал ее. Она терпела от него Большие неприятности. И вот он как-то привозил даже ее, Потерявка. А потом ехал теща, И говорит, Как он дорогой матерился, Говорит. Ну, человек неверующий-то. И она за него молилась. И вдруг он заболел. Что у него? У него больны почки. Кроме того, Когда у него больны почки были, У него собралось большое количество Жидкости в брюшной полости. Нужно было, Чтобы вывести эту жидкость Из брюшной полости, Ввели трубочку оттуда. И долгое время Эта трубочка стояла Через эту трубочку. Ну, иммунитет ослабленный, Поэтому инфекция проникла, И теперь воспарение брюшины. То есть это очень серьезное такое состояние, Где из этого состояния Едва ли он выйдет. Понятно? Очень тяжело. Он даже... Он, находясь даже в этом состоянии, Он все еще сопротивляется. Все еще не готов. А он... Где-то тратся, Его сильно побили, И говорили, Он хоть маленько вразумился. Ничего нет. Пришло время, Ну, Ольгу просто... Она всегда с улыбкой. Такая веселая сестра, Она принимала крещение. В прошлом году, Видите, на отец с матерью приняли крещение. И выхода никакого нет. Я говорю, Оля, Ты о нем молишься, да? Ты ему просишь для него здоровья-то? Да нет, никогда не проси. Не гневи Бога. Мнига пророка Иеремия, 48 глава, 10 стих. Проклят кто меч, Господень не удерживает от крови. Ты проси, да будет воля твоя. Ты не знаешь, что ему надо. Ты не знаешь, Жизнь его продлится или нет, Это никакого значения не имеет. Сегодня. А обратиться он к Богу или нет, Один вопрос ставь только где-то. И вот это, Брюшина, там прочее. Врач обосновал все. Но причина в другом. За него очень сильно молятся. Теперь, Теща, Тесть, Жена, Шурин, Или как его назови, Это Виктора. Мы за него молились. Братья Виктора, Которые там кто верующий. Это от Бога. А если умрет? От Бога, Я же сказал, от Бога. Ну, я с ним разговаривал. Он уже как бы, Были подвижки, конечно, И слезы, И я уже готов. Вот правда, Оля на меня давит, Надо молиться, Молиться, Но я еще вот не готов. Ну, разве можно вот, Вот заставить себя? Я говорю, можно. А как? Ну, где тебя нужно? То есть, Просить нужно Бога? Я говорю, Прости, это дар от Бога. Молитва. Дар молитвы. Прости. И просящему будет дано. Ну, вот такая вот ситуация. А у него замкнутый круг. Для того, чтобы излечиться от этого воспаления брюшины, Нужны здоровые почки. А почки никакие. А почки, что пил? А. Еще там что? И поэтому все это на месте стоит. И у Оли мы собирались только тогда, Когда в гостях были. Когда я думал, мне было по санаториям. Трудно ему. Он как-то смягчается. А только выходит, я как? Опять гоняет ее, опять то что. Ну, человек мир и сего, он по-другому не может быть. Он может быть прекрасный человек. У него уже внуки растут. Взрослые дочери-то где-то. Только вы утишите. Вот. Единственная жена. Я вчера выставил, а Горбачеву некоторые говорят, Я так против был. А вчера еще посмотрел ролик, где он поет. Поет, сам передвигается. И говорит, знаете, я посмотрел, и говорит, глазами, Что это тоже человек. И как он любил ее. И дальше кадр, как он идет с Раисой. Я аж прослезилась, говорит. Понимаете как? Ни о Брежневе, ни о ком не могут это сказать. А у него это качество есть. Вот вышла такая книга, Солонешный район, очерки истории. Кто может передать Солонешным живущим? Суханово или кто? Очень хорошая книга, полная. Здесь и ботаника, и зоология. Она в Салтонском. В Салтонском. А я не знал. Ну, кто не интересуется, что ли? Молодежь. Даром дают книгу. Солонешный район. Ба, сидайте. Вот, хоть один нашелся грамотный. Братья и сестры, я хочу поделиться радостью. Радостью тем, что я нахожусь в православии, что я нахожусь в этой общине. Почему? Потому что вчера я посмотрел ролик, который брат Николай Валентинович переслал мне по интернету. Ну, ясно, ясно. От него пришло это. Вот. Ролик у него, там три была ролика. Один из них об исламе. Там лекция об исламе. Ислам, как он есть. Где-то минут сорок пять, наверное, эта лекция. Я ее, конечно, всю целиком не стал слушать, но послушал начало, середину и конец. Но, скажу вам, аудитория достаточно большая и заполненная аудитория. И женщина, лектор, женщина. Без платка, что интересно, говорит об исламе, но наша русская женщина, какой-то тут омлучь у нее, она его постоянно все время дергает эти 45 минут, поправляет его, сопровождают ее два мужика. Один явно мусульманин, ну, там, голец какой-нибудь, а второй, скорее, даже какой-нибудь азиат, там, кореец или какой-то вот японец. Одним словом, вот такие. Она рассказывала, что такое ислам, что сейчас ислам искажен в виде преподается, что ислам это вообще религия мира, что мы никогда никого не гоним, что мы за мир. Ну, одним словом, лапшу на уши вешают, и люди слушают ее. Так, весь интернет буквально запомнит, что мы молились за Индию. Только что там разгромили, убили сколько человек и поставили задачу. К завтрашнему дню, в 12 часов дня, 200 найти христиана убить. Они по норме выполняют все дела. Ведь они где прячутся сейчас, все сжигают и показывают даже как горят, убивают их, палками бьют и прочее. Вы помните, что сегодня нам есть еще за что благодарить Бога. Ты вот сейчас напоминаешь о людях, которые там где-то сказали, а сколько же там-то страдания-то. А у нас ничего этого нет. Мы разговариваем о делах, которые все по согласии, по любви. Все только благодари и благодари Бога. У нас событие на этой неделе похоронила наша дорогая сестра своего мужа, возлюбленного Ивана Семеновича, Чернявская Александра Ивановна. Братья наши ходили, там Игорь говорил, там слово заснял, у меня даже три ролика, но их ставить я не буду. Они слабо снятые, видимо на телефон снимали. Ну и похороны нормальные были, все как положено. Теперь распределилась сестра Юлия, я не знаю, где она сегодня. Она нет ее. Мы в этот же день взяли каждый день кафизма. Кафизма это три славы, вся псалтырь это двадцать кафизм. За сорок дней два раза придется прочитать псалтырь. Вы знаете, после каждого, ну одна кафизма, она три части слава. И как? Упокой Господи душу усопшему, представь на раба твоего Иоанна, яко жити и си, яко человек ты грешил. Ты же, яко человека любез Бог, прости его и помилуй, и вечные муки избави. Небесному царству причастника учени, душам нашим полезно сотвори. Он был, ему 86-й год кажется был, 85-й, правильно говорю, нет? Правильно. Четыре. 85-й. А? 85-й. Инвалид отечественной войны много пережил, и Бог дал ему такую жизнь. Он был верующим. И поэтому молитва такая, благословляется церковь. А будет ли помощь? Да и Бог знает, будет. Мы ничего не видим. Так, кому не назначили молиться, поднимите руку, что просто не знает. Так, берите на себя сами любое место, начинайте каждый день считать. Мы утром на молитве сразу псалфирное чтение, а вечером у нас нет. Но даже сегодня, воскресный день, кроме первого пасхального дня, там не считается. Поэтому на день дальше придется считать. И ладно. Да, давай, Николай, хотел сказать. Да, я хотел вот что сказать, как бы, ну, о проповеди, что ли. Вот тут Игнать Тихонович говорил, там, что, вернее, это Надя, ну, как говорила, что там, братья там проповедовать и прочее. То есть, ну, я так коротенько скажу, значит, ну, все мы, коль мы православные христиане, мы обязаны Христа исповедовать пред людьми. То есть, и каждый, по мере своей силы, где-то, на работе, в магазине, там, ну, кто-то по силам, вернее, сказать, кто-то не по силам бывает. Но говорим о Христе, о вере православной, потому что мужчинам проще борода и проще, сразу же, как бы, она притягивает, как эти мухи слетаются. Вот. То есть, мухи, они не ошибаются никогда.